Одинокий волк наконец нашёл себе волчицу, увёл её из соседней стаи. Вся его родная стая погибла от рук охотников, только он выжил. Нужно было создавать новую, похожую на ту, в которой он вырос. Волчица была молодая, светло-серогоцвета, с абсолютно белым подшёрстком, поэтому создавалось впечатление, что вся она тоже почти белая. Вскоре уже белая волчица начала беспокойно искать место для логова. В густом кустарнике на берегу она нашла старую лисью нору. Своими мощными лапами ей удалось быстро её расширить. Она натаскала туда сухой травы и стала ждать первое потомство. Волк выкопал ещё одно запасное логово. Через две недели после рождения малышей ей нужно будет перенести туда волчат в новое чистое место. Он лёг прямо возле входа в нору и стал терпеливо ждать рождения своих детей. Вскоре в логове появились на свет шестеро серых маленьких комочков. Слепые и мокрые, они тихо пищали, волчица облизывала их и по-своему успокаивала. К месяцу волчата уже были очень активны и постоянно пытались вылезать из логова, но волчица их ещё оберегала от внешнего мира. Слишком уж малы они были. Основа новой семейной стаи была заложена. Вожака с самого детства учили, что сила волков в сплочённости стаи. Вот такая своя сплочённая стая у него теперь будет. Волчата быстро росли, и материнского молока им уже не хватало. Волчице нужно было отправляться за добычей для малышей. Но тут пришла беда. Неведомая болезнь начала убивать малышей. Сперва самые маленькие и слабые, потом те, что покрепче. Они умирали на её глазах, один за другим, а она ничего не могла сделать. По ночам она долго и протяжно выла, оплакивая своих детей. У неё остался всего один волчонок. Он родился первым и был самым крупным и сильным. Он цеплялся за жизнь как мог, но она угасала в нём с каждым днём, как будто по капельке куда-то утекала. Волчица понимала, что скоро лишится своего последнего малыша. Волк метался вокруг логова и не мог понять, как ему спасти их последнего детёныша. Сегодня волчица поняла, что ей надо делать, а она приняла решение. Только люди могут помочь её беде. Это она точно знала. Женщина не сможет отказать ей. Была уверена волчица. На одиноком хуторе недалеко от леса уже несколько лет жила молодая семья. Степан. Его жена Настя и их маленький сын. Степан увёл Настю прямо из-под венца. Её братья долго грозили парню расправой, поэтому молодые уехали подальше от родного села и поселились в стороне от людей. Через год у них родился сын. Прошлой зимой волчья стая одолевала набегами одинокий хутор. То курицу украдут, то гуся. Один раз даже овцу съели. Степан сильно переживал за всех, особенно опасался за сына и оберегал его всеми силами. Потом охотники уничтожили волков, и на хуторе было спокойно. Но сегодня ночью опять повторился этот вой. Волк выл протяжно, как будто предвещая какую-то беду. Это повторялось каждую ночь. Откуда было Степану знать, что эта волчица оплакивает каждого своего умершего щенка? Она выла на луну, как будто пела им свою прощальную колыбельную песню. Волчица несла осторожно своего последнего малыша, чтобы не оборвать единственную тонкую нить, связывающую его с этим миром. Она бежала без остановки, не замечая дороги и усталости. Она торопилась и сквозь шаги слышала, как сердечко ее ребенка бьется все слабее и слабее. Из него уходила жизнь. Настя смотрела в окно и не понимала, что происходит. Через поле, прямо к их дому, бежал волк. В зубах он что-то нес. Никита во дворе спохватилась Настя и бросилась на улицу. — Степан! — кричала она. — Где ружье? Волки здесь! Сердце женщины чуть не разорвалось от страха. Она схватила сына на руки и поспешила в дом. Степан стоял с ружьем и целился в волка. Еще несколько секунд и прогремит выстрел. Что это у него в зубах? Неужели волчонок? Висит, словно тряпочка, пронеслось в голове у Насти. И тут она все поняла. Взгляды женщины и волчицы встретились. В глазах хищницы она прочла просьбу о помощи. Волчица аккуратно положила на траву своего малыша и отошла в сторону. В этот момент Настя была между волчицей и Степаном и загораживала ему обзор. Дула ружья смотрела прямо на нее. — Степан, опусти ружье. Она нам ничего не сделает. Она пришла за помощью. — Настя, ты о чем? Это волки, и они опасны. Ты что забыла, сколько бед они натворили на нашем хуторе? — Уйдя, я стрелять буду! — кричал Степан. Но женщина не сдвинулась с места. Она закрыла собой мать-волчицу и ее малыша. — Я сделаю все, что смогу для твоего волчонка! — крикнула она волчице. — А сейчас уходи в лес. Весь день Настя пыталась отпаивать волчонка парным молоком, но его все время рвало. Потом она вспомнила, что в нескольких километрах от хутора есть деревня, а в ней живет старый доктор, когда-то он работал ветеринаром. Уложила она бедное создание в корзинку и поспешила к старому врачу. — Не жилец он, только время зря потратишь, — сказал старик. — Я обещала его матери, что помогу, — наивно произнесла Настя. Волчица пообещала. Строго спросил доктор. — Ты даешь обещание волкам, у тебя с головой все в порядке, девонька. Это же волк. — Волк тоже хочет жить, — сказала Настя. Доктор взял в руки вялые тельцы волчонка и ушел с ним за шторку. Он долго проводил там какие-то манипуляции. Настя только слышала, как стучали друг об друга металлические инструменты и билось стекло открывающихся ампул. — Три дня будешь приносить его ко мне, — сказал старик. — Если на третий день не сдохнет, то будет жить. Три дня Настя бегала с корзинкой к сварливому старику и выслушивала его занудство. На третий день лечение малышу стало заметно лучше. Он попытался подняться и стоял, покачиваясь на своих тоненьких лапках. Настя протянула ему блюдце с молоком, и он немного полакал. — Доброе сердце у тебя, девонька. Поверь старику, волки отблагодарят тебя за твою доброту. Да и Бог на небе тоже все видит. — Никита погладь его, — поговаривала Настя. — Посмотри, какой он мягкий и пушистый. Волчонок окреп и пошел на поправку. Степан злился. — Не прививай сыну жалость к хищнику. — Хватит того, что одним волком в нашем лесу будет больше. И что нам дальше с ним делать? Ты думала? — Его мать заберет. Она уже давно вокруг хутора ходит. — Разве ты ее не видел? — отвечала мужу супруга. — Что? — И ты молчала. — Возмутился Степан. — А разве у нас из живности кто-то пропал? Возразила ему жена. — Ей ничего не надо от нас. Только бы ее малыш был жив и здоров. Поверь мне, я знаю, я ведь тоже мать. В один из вечеров волчица пришла к сараю за своим ребенком. Она долго и призывно выла, как будто предупреждала о своем приходе. И малыш слышал ее, он с нетерпением ждал встречи с матерью. Настя вынесла на руках волчонка и посадила его в траву. Щенок увидел мать и бросился к ней навстречу. Столько любви было в этой долгожданной встрече. Волчица посмотрела на женщину, в этот момент их сердца разговаривали. Любая мать готова пожертвовать собой ради своего ребенка, обе это сейчас понимали. — Беги, малыш, и живи долго! — шепнула им вслед молодая женщина и помахала рукой. С тех пор волки больше никогда не тревожили хутор Степана. Наоборот, они всячески оберегали его семью. Особенно, когда они ходили с Никитой в лес за грибами и ягодами. Часто Настя на опушке леса видела белую волчицу. Со временем стая увеличилась, окрепла, и вожак навсегда увел ее в другие леса. Больше их никто никогда не видел. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok